Прямо сначала начинать. Зонирование. Дальше функциональное зонирование. Есть сложности определенные. Как раз-то вот в черчении, да, проектировании. Черчение не очень. Цифры с цифрами тяжеловато. Ну, я буду пытаться, потому что я думаю, что всему можно научиться. У нас большая, сильная команда. Я думаю, на этом мы вывезем. Рисуем сразу вторую диагональ. Ну, я начертила уже. Так. Откуда? А, вот отсюда. Вот это мы замерим. И отсюда диагонали, вот сюда. До березы диагонали. То есть вот так вот, да, вот вычерчиваем. Проект ландшафтного дизайна начинается с замеров. Как выяснилось, процесс этот сложный и трудоемкий. Необходимо не просто определить площадь участка, но и изобразить его в масштабе, отметив на чертеже все имеющиеся растения, перепады рельефа, капитальные и некапитальные строения. Держите. Так. 19.40. Занятия по архитектуре ведет Екатерина Верховых, редкий специалист с профессиональными знаниями. Выпускница Санкт-Петербургской лесотехнической академии по специальности инженер садово-паркового ландшафтного строительства. Тогда как раз были цветники трехсотлетию города. Вот все, какие есть, по-моему, там это мы были в центре города. И газон возле Сакьевского тоже наш был тогда. Екатерина Анатольевна, это для меня было открытие. Но когда я увидела ее сад в Екатеринбурге, конкурс открытых садов, и видя сад, я поняла, что это уникальный специалист, и что очень важно для Челябинска, потому что у нас мало специалистов в городе, таких очень творческих, и, знаете, до мозга костей, которые просто погружены в качественность ландшафта в плане исполнения. От начала рисунка до исполнения, то есть все должно быть выполнено, и тогда получается очень гармоничное пространство. И вот Екатерина Анатольевна, она тот человек, который курирует проект от начала создания до окончания его. И поэтому ее сады, они уникальные, они душевные, они художественные. Не влюбиться в них просто невозможно. Это очень красивые сады, и мне хочется, чтобы вот эту духовность, красоту, эстетику она передала студентам. Преподавать я начала недавно, наверное, третий год всего. Мне стало интересно работать с людьми, которые меня понимают и хотят что-то новое узнать. Это взрослые люди, и они пришли что-то менять в своей жизни. Вот прям очень даже хорошо. Может быть, они нашли свое дело по душе. Девять лет занималась в художественной школе, и поэтому я думаю, что и вот придумывать, и как-то это накладывать на художественный проект ландшафтный, возможно, тоже интересно будет. Есть сложности определенные, вот как раз-то вот в черчении, да, проектировании. Еще я абсолютно вот в этом плане не творческий человек, я не умею рисовать. У меня хорошо, так вот, воображение, да, и хорошее воображение, фантазия, но рисовать я абсолютно не умею. Ну, я буду пытаться, потому что я думаю, что всему можно научиться. С цифрами тяжеловато, вот, но у нас большая, сильная команда. Я думаю, на этом мы вывезем. Начинается все со знакомства, со знакомства с семьей, с участком. И уже узнавая семью, ее конкретные требования, конкретные просьбы, что человек хочет, тогда уже начинаем дальше работать над проектом. Участки, как правило, не такие ровные, как квартиры, поэтому здесь замеры немного другие. Диагонали мы все эти методы применяем, конечно, метод треугольника. Сначала изображаем все вручную, чтобы было понятнее, чтобы люди почувствовали масштаб вручную. Мы рисуем в масштабе, поэтому вот все должно поместиться на лист, и мы уже смотрим уже на вид сверху, на участок, и дальше уже придумываем, где у нас какие-то зоны могут располагаться в зависимости от просьб заказчика. Дальше функциональное зонирование территории. То есть мы определяем, что вот здесь мы хотим зону отдыха, вот здесь мы хотим детскую площадку, вот здесь нам удобно будет огород, например, самое светлое какое-то место в саду. И уже разместив эти зоны, уже начинаем потом продумывать между ними связи. Хотим ли мы видеть, например, из зоны отдыха зону огорода. И потом уже конкретно, дальше уже разрабатываем, например, отдельно зону отдыха. А где у нас будет стоять стол, а нужны ли нам шезлонги, а сколько у нас количества человек должно приехать к нам в гости, например, или в гости к заказчику. И уже от этого определяем площади или также по огороду. Хочет человек три грядки или хочет человек там 23 грядки и две теплицы. То есть от этого будет зависеть площадь огорода. И уже придумываем, какой он будет, как удобно, как зайти в него удобно. Нужна ли в огороде скамья. Я люблю природный стиль, например, больше, чем какой-то регулярный прямые линии. Я отвечаю только за проектную часть, поэтому мы работаем с проектами. Дальше по строительству будет уже Татьяна Николаевна. Мы сейчас проанализировали. Зонирование уже продумывают. Каждый продумывает свое. То есть, чтобы это было как раз максимально интересно для всех. И потом мы уже отрисуем генеральный план, каждый свой. И потом уже покажем это все заказчику. И выберем то, что уже больше нравится. И скоординируем потом уже отдельный последний план, окончательный вариант. И забегая вперед, стоит сказать, что с очередным заданием студенты успешно справились. Защита четырех авторских проектов состоялась. И об этом мы обязательно расскажем в следующем выпуске нашего ландшафтного проекта.